и снова здравствуйте всем привет так ролик 4 именно по баскетболисту и давайте в этом ролике вставим кости конечно на канале я уже много раз показывал как это все дело делается ну такая серия по баскетболисту мало и пусть будет интересно тоже как это все дело в процессе производится так shift а арматура добавляем кость и заходим выбираем кость в edit mode английская а и теперь кость у нас вся выделена заходим via port display от бегущий человечек и жмем in front чтобы видеть ее спереди теперь поднимаем ее к верху вот где-то до паха и делаем выбираем верхнюю эту часть голову и вниз ее опускаем все но теперь приближаем и давайте я еще переключусь вот в такой внешний вид рендом чтобы цвет так сказать не отвлекал глаз и вытаскиваем кость и погнали еще раз и до грудины еще раз е одну до шеи пусть их побольше будет он должен быть гибкий так смотрим теперь тройка на нампаде вы видите где находится кости где находится персонаж давайте зайдем в обжиг мод выберем нашего персонажа так здесь у него еще находится глаза зубы ну мяч пока трогать не будем так move и двигаем чуть-чуть вот сюда поближе ну чтоб кости где-то так где-то были на спине ну так вот будет нормально теперь выбираем кости отключаем ненужные саптулы так баскетбольный мяч тоже нба можно отключить пока не понадобится и заходим в этот мод так подкорректируем теперь джи английская шею вытягиваем косточку вот так вот вверх и е сейчас английская е вытаскиваем кость головы так смотрим позвоночник как это все дело устроено желательно вот чуть-чуть его именно по персонажу искривлять чтобы он не был сильно ровный вот тазу вот эту кость можно чуть-чуть увести сделать вот такое искривление позвонка ну и таз чуть-чуть наверное вот так наклонить единицы нам поди сразу давайте сделаем ноги а потом будем уже руки делать и вытаскиваем косточку выделяем левая кнопка мыши английский альпи clear parent отсоединяем подставляем вот сюда выбираем вот эту голову кости и тянем до колена где будет линия сгиба теперь эту косточку можно привязать к этой косточке через shift ctrl пи сочетание клавишки пол сет теперь выбираем низ кости делаем е вытаскиваем вот эту косточку которая будет следить за тазом и не давать ему сгибаться к позвонку утончаться отсоединяем альпи clear parent и подсоединяем через shift левая кнопка мыши ctrl пи и попсет к тазовой кости чтобы она вместе с ней двигалась теперь вытаскиваем еще косточку но жмем тройка на нампаде смотрим как у нас устроена нога и она уходит в бок вытаскиваем еще косточку вправо альпи clear parent отсоединяем это будет у нас управляющая кость теперь от этой косточки е вытаскиваем две кости вот где пальцы линия сгиба ну вот принципе для управления ногой этого должно быть достаточно самая простая такая композиция так ну и чуть-чуть колено увидим чтобы косточка не ломалась так все нога устроена тройка на нампаде теперь нужно вытащить еще косточку на которую будет следить колено альпи clear parent вытаскиваем ее выдвигаем вперед можно ее немножко с сделать поменьше и через shift привязываем вот этой кости control пи сочетание клавиш и полцет есть такое дело теперь самое мое нелюбимое занятие это вытаскиваем значит руку вытаскиваем сначала ключицу альпи clear parent отсоединяем g опускаем ее пониже и можно чуть-чуть перекрутить так и подвязываем ее через shift вот к этой косточке control пи гипов сет ну а теперь намечаем увидите вот здесь будет линия сгиба руки вытаскиваем е кость вот сюда семерка на нампаде смотрим где находится локоть g отводим до локтя и единица нампаде вытаскиваем е еще одну косточку вот сюда семерка на нампаде тоже корректируем ее направление по руке так что еще теперь самое интересное и самое так сказать долго это вытаскиваем косточку еще одну е вот так вот вытягиваем ее от g как бы направление даем сторону кисти ставим вот в такое положение наверное тут надо подгадать чтобы когда мы будем вытаскивать кость вот меньше их потом двигать значит е вытаскиваем вот сюда косточку вот до сгиба пальца первое вот это первый сустав выбираем еще голову кости вытаскиваем еще одну косточку вытаскиваем еще одно чуть-чуть подправляем еще одну 4 и еще одну вот в эту сторону 5 так теперь ну более-менее вы видите никуда они не вышли g поправляем смотрим как они установились и g чуть-чуть подкручиваем так вот этот палец кость чуть-чуть побольше и вот эту чуть чуть так вот ты что ж она вся выбирается голову только надо g вот так здесь будет сгиб пальца ну в принципе все кости в руке смотрим со всех сторон чтобы ничего такого не выскакивала не выходила ну а теперь выставляем пальцы под углом е вытаскиваем кость смотрим как она установилась ну вот вот это нормально теперь опять под углом ставим раз эта кость правильно пошла выбираем тот же приблизительно угол и под этим углом вытаскиваем все наши вот эти косточки пальцев сейчас мы их будем стоп дивайдить так что у нас тут получается вот одна косточка чуть-чуть не в ту сторону пошла пустана дальние было ну а эти попали так теперь что получается выбираем голову кости чуть-чуть ее вниз ну и все правая кнопка левая кнопка мыши выбираем косточку правая кнопка мыши сап дивайды вот здесь находится панелька мы нажимаем и добавляем еще на одно подразделение выбираем центральную кость середина которого процент и и и чуть-чуть поправляем под изгиб пальца вот так как об дивайды добавляем выбираем под углом опускаем смотрим опять же выбираем право окно левая кнопка мыши сап дивайды добавляем опять же подразделение выбираем косточку джи английская опускаем смотрим чтобы все тут не перекривилась вот такая прикольная вещь так теперь эту косточку под дивайдим добавляем опускаем щелчок левой кнопкой мыши поправляем все с этими пальцами разобрались теперь давайте вот разберемся с этим пальцем так он продолжит G выводим чуть-чуть еще под углом вот сюда G уменьшаем смотрим под всеми сторонами вот до этой костяшки так теперь продолжаем E вытаскиваем большую кость вот так все это дело выправляем и под углом смотрим где вот приблизительно вот эта костяшка она вот должна на вас смотреть вот таким вот образом чуть-чуть уменьшаем поменьше делаем и вот здесь должно у нас быть две кости вы видите что по пальцу две кости значит правая кнопка мыши сап дивайден и делим так control z просто сап дивайд нажимаем и на две кости делим все не делаем вот эту панель так рука еще раз проверяем смотрим чтобы все тут нормально нигде ничего не выпирала так ну вот эту косточку голову так вот эту можно наверное чуть-чуть понизить ну все вроде бы встала кость единица нам паде теперь вытягиваем е управляющую косточку вот эту и теперь отсоединяем и alt-p сочетание клавиш и повсет вяжем вот эту кость вот вот эту маханку вот на эту control пи и повсет все связка прошла так тут связка прошла таких больших неприятностей не должно быть ну давайте подстрахуемся и вот выйти грудь у него выпирает давайте вытащим косточку тройка на нам паде е выберем вот эту кость alt-p clear parent так единица на нам паде g отводим вот сюда на грудь когда будет опускаться рука эта кость не будет давать вминаться вот этой части и так привязываем эту кость вот к этой кости через левую кнопку мыши control-p keep offset так ну в принципе все единственное что вот еще добавим давать и род так это значит е вытаскиваем косточку alt-p clear parent отсоединяем g ставим на челюсть английская чуть-чуть перекручиваем g вставляем с английская уменьшаем screen caskey не получилось у меня установить на версию 293 не принимает этот аддон почему-то поэтому такое неудобство но это ладно так через shift выбираем косточку головы control-p keep offset выбираем косточку челюсти shift d делаем дубликат английская перекручиваем выше можно чуть-чуть даже подставить вот так теперь вытаскиваем из этой косточки е еще одну косточку можно продублировать shift d просто сделать alt-p clear parent и вытаскиваем ее вперед эту кость вяжем вот к этой кости control-p keep offset делаем этой косточке shift d сочетание клавиш дубликат и через левую кнопку мыши через shift control-p keep offset привязываем к нижней косточке это будет у нас зубы по прошлым роликом кто канал смоет в принципе уже многие знают что это делаю да так единица на нампаде тройка на нампаде что еще можно добавить в принципе здесь уже единственное можно добавить еще вот косточки век но я лучше сделаю шептеями если будет у него анимация но навряд ли так теперь снимаем выделение выделяем левая кнопка мыши все кости смотрим если которые не выбрались через shift левая кнопка мыши выделяем смотрим управляющие кости все вот эту сторону нужно теперь от зеркали делаем так делаем shift d сочетание клавиш левая кнопка мыши щелчок и правая кнопка мыши мир x global теперь вытягиваем это все дело вот сюда подгадываем чтобы тут четко все стало чтобы пальцы легли точно и расстояние между ключицами от как ориентир ну все кости вставлены все нормально единицы на нампаде заходим в object mode выбираем нашего персонажа через shift левая кнопка мыши выбираем rig control пи уитт автоматик виджет все привязалось теперь что нам нужно сделать тройка на нампаде нам нужно включить теперь зубы глаза так выбираем зубы джи подтаскиваем их костям вот так смотрим как они установились ну точно почти попала не почти а прям нормально теперь выбираем верхнюю челюсть через shift левая кнопка мыши вот эту косточку в rig весь словом убираем заходим в post mode выбираем щелчком левой кнопкой мыши вот эту вот кость control пи бон так глаза если глаза будут анимироваться то конечно лучше добавить значит косточки для глаз или просто можно привязать их используя значит вот выделение и так зубом завязать вот на эту кость так я завяжу пока на эту кость как делать именно вставлять кости в глаза ссылка в описании на ролик я еще не определился нужно ли это делать просто хочу попробовать его движение бег прыжки так что глаза и не мимика в принципе мне не понадобятся ну а потом впоследствии может быть подкают под какую-то анимацию я уже чуть-чуть тут добавлю переработки так в пост мод выбираем кость головы и глаза вяжем control пи бон именно к этой кости так теперь нам нужно выйти в обжиг мод выбрать значит rig заходим в пост мод и тройка на нампаде нужно вот эту челюсть тоже вертаем сюда и подставляем нужно вот эти вот кости вот эти завести именно в рот нашего персонажа g подставляем смотрим что да как ну вот вроде нормального тут все стало тройка на нампаде и вот эту челюсть тоже вертаем сюда R подставляем G ставим повыше этой кости R перекручиваем выравниваем G теперь наш персонаж с зубами вот такая штука но в чем проблема нужно зубы чуть-чуть уменьшить заходим в обжиг мод выбираем верхнюю челюсть делаем s так control z привязываем челюсть это origin к 3d геометрии к его для чего чтобы когда мы уменьшаем он оставался на месте челюсть оставался на месте уменьшаем выбираем теперь нижнюю вот эту челюсть и тоже ее повторяем привязку значит геометрии и s уменьшаем вот теперь вроде бы все хорошо получается теперь вот эти две косточки посередине это управление зубами так единицы на нампаде заходим выбираем rig заходим в космод и делаем настройку от этого управления выбираем управляющую кость вот эту через shift выбираем вот эту control shift сочетание клавиш это значит инверс кинематик у нас будет заходим в функцию настройки вот это отбор комстрейны кости и ставим влияние на две кости так теперь выбираем вот эту косточку инверс кинематик и через shift вот эту control так пардонте control shift copy location так здесь мы ничего не меняем теперь выбираем вот эту кость на эту и делаем control пи control shift пардонте копии трансформация мотаем вниз констрейны и ставим можно поставить local space лучше ставить local white parent так это лучше себя ведет потом рука так то же самое делаем с этой косточкой вот с этой control shift c инверс кинематик влияние на две кости теперь инверс кинематик через shift на эту кость control shift c copy location теперь выбираем управляющую кость через shift выбираем инверс кинематик кость control shift c и ставим copy трансформация мотаем вниз ставим local white parent так руки мы уже настроили проверяем вы видите все работает все нормально control z так теперь с ногами тройка на нампаде выбираем управляющую кость вот этой ноги через shift на эту левую щелчок мыши control shift c это инверс кинематик влияние на две кости теперь нужно ориентир настроить вот на эти косточки чтобы колени смотрели не убегали куда не надо заходим вот этот бегущий человек name viaport display ставим и смотрим так у нас получается сорок восьмая и двенадцатая кость так стройка на нампаде выбираем инверс кинематик заходим на стройку кости выбираем в этом поле поле target armatura здесь выбираем любую кость можно отрабон 001 пускай будет и ставим ориентир на какую кость включаем и забыл я на 12 значит ставим 001 а здесь переписываем на 012 enter вот нога у нас перекрутилась надо теперь поставить ей поле angel ориентир так 90 градусов нет там минус 90 градусов нет так теперь что еще давайте минус 180 enter так ставим просто 180 enter это все не подходит значит ставим 0 и пробуем крутить ногу вот так это получается у нас 2 и 6 градусов всего лишь смотрим чтобы вот когда перекручиваем чтобы здесь не было ломки ну какой вот такой допустим или вот это вот такой вот control z все нормально ориентир установлено теперь на 48 косточку устанавливаем вот этот инверс кинематик опять же арматура ставим 0 48 enter и отправляем тоже так а почему такая снега так control z это ошибка наверно в привязке edit mode смотрим да нет ну давайте перевяжем эти кости вот на первое тогда когда будем крутить вот эти вот эти сгибать пальцы будет крутиться колено не катит такое дело нужно вот эти косточки привязать control пики пол свет вот в чем проблема вот эту кость привязать к управляющей control пики попсет забыл я ну куда то вот теперь понятен косяк заходим посмотрим и все наши лапы установились так если 100 0 все тогда это все дело будет по нолям все правильно все перекрутки нет все установлено правильно отключаем мы смотрим проверяем как настроены ноги g все ноги работают все нормально control z единицам нам паде и надо это все дело сохранить файл так сейфа с баскетбол плюс тройка на нам паде смотрим что тут с ногами g ну вот такая вот настройка так настроим сразу и кисть эти пальцы давайте настроим под мяч на втором канале как создать мультфильм я вот показывал уже как вот эти пальцы настраивать ну давайте и на этом канале продублируем значит так выбираем вот эту кость решит вот эту control shift c copy rotation так теперь выбираем вот эту косточку зеленую и через shift левая кнопка мыши выбираем первую фалангу control shift c copy rotation под настроим теперь этот copy rotation каким образом x y отключаем и ставим local space local space так теперь на эту косточку тоже так и зеленую настройки x и y отключаем вот колл-кл-спейс если мы выберем теперь вот эту фалангу сделаем и вы видите что палец у нас вот мягко крутится но он крутится значит еще и в эту сторону вот это дело тоже можно остать если он там мяч будет ловить но если вот это вот не нужно движение в эту сторону да то тогда им нужно отключить так x y отключаем выбираем эту косточку и вы видите что она уже по этим осям не движется когда вы нажимаете только вот в эту ось конечно у этой настройки есть минусы если вы будете но для баскетбола возможно это дело пройдет кстати нужно будет пропустить как это все дело будет работать так проверяем отдельно фаланги видите по отдельности они плохо крутят а если нужно будет вам прижать мяч допустим как руку к мячу то получится что какие-то фаланги вы просто не сможете близко к мячу и так поднастроить нежно так сказать вот но только вот таким вот образом в кулак это вот подходит такая настройка там допустим если меч лук там такие вот сжимающие движения вот такая настройка пальцев я еще подумал буду я так делать надо кстати настроить попробовать чтобы он мяч побил и посмотреть какой косяк и как это все дело будет выглядеть ну так вот настраивайте каждый палец и потом вот эти кости все вы выбираете первый фланг и можно управлять control shift опера тэшин как здесь local space local space x и y отключаем и вот этот палец тоже будет вот видите как нужно плоховато почему просто одна фаланга и нужно так а ну-ка проверяем ну в принципе пойдет нормально он сгибается отключить его тоже оси можно вот такая штука так повторюсь тем кто ремонтал и не слышал что вот такая вот настройка ставится на все пальцы вот таки и потом вы убираете все вот эти вот паланги 3 и производите вот такое движение и всего сворачиваться в кулак не хочу тратить время чтобы это все дело дальше подстраивать потому что еще не определился нужно ли это делать ну как вот по ригу по настройке надо было это все дело сказать так что еще как у нас закрывается рот то есть что так г плюс а мутантов вот можно поменять внешности он а ну-ка вот уже разные персонажи мы поприкалывались ладно так оставляйте персонажа именно в открытой позе чтобы потом он не парил мозг при анимации так что-то в таком духе ну вот такая информация в этом ролике ну а дальше наверное уже надо делать анимацию все всем пока до свидания